Ну как и в своей рубрике, в нашей мы всегда пробуем чередовать. Сейчас прекраснейший друг нашего дома, Алиса Орлова, которая стихи, я просто могу занять. Моя личная встреча с Пушкиным произошла в пять лет. Двоюродный брат учил письмо Татьяны, а выучил случайно я. Ну потом, конечно, был Пушкин на филфаке, и Пушкин проходит через всю нашу жизнь. Но Пушкин всегда в любом веке очень современен. И мне хотелось немного похулиганить, читать Пушкина так, как будто не было никакого Маяковского, уже нельзя, согласитесь. И мне захотелось прочитать Пушкина под рэп. Я искала текст, который можно сделать таким образом, и это оказался памятник. Он подходит абсолютно под любой бит. Экзеги монументу, я памятник себе, воздвигни рукотворный, К нему не зарастет народная тропа, Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, Мой прах переживет, и тление убежит. И славен буду я, да коль в подлунном мире же будет хоть один пиит. Слуха обо мне пройдет, по всей Руси великой, И назовет меня всяксущий в ней язык. И гордый внук славян, и финны ныне дикой, Тунгус и друг степей калмык. И долго буду тем, любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что в наш жестокий век восславил я свободу, И милость к падшим призывал. Веленью Божию, о муза, будь послушна, Победы не сращась, не требуя венца, Хвалу и клевету, приемли равнодушно, И не оспоривай глупца. Ах, Пушкина читаешь все время, Но все время читаешь разное. Сейчас меня очень привлекают Русские романтические повести, И лучшую из них написал, конечно, Пушкин. Я прочитаю небольшой фрагмент Из повести «Грабовщик». Вдруг хозяин потребовал внимания, И от Купарева засмоленную бутылку Громко произнес по-русски «За здоровье моей доброй Луизы!» Полушампанское запенилось, Хозяин нежно поцеловал свежее лицо Сорокалетней своей подруги, И гости шумно выпили здоровье доброй Луизы. «За здоровье любезных гостей моих» Провозгласил хозяин, Откупаривая вторую бутылку. И гости благодарили его, Осушая вновь свои рюмки. Тут начали здоровье следовать одно за другим. Пили здоровье каждого гостя особливо. Пили здоровье Москвы И целые дюжины германских городков. Пили здоровье всех цехов вообще И каждого в особенности. Пили здоровье мастеров и подмастерьев. Адриан пил с усердием И до того развеселился, Что сам предложил какой-то сутливый тост. Вдруг один из гостей, Толстый булочник, Поднял рюмку и воскликнул. «За здоровье всех, на кого мы работаем!» Предложение, как и все, Было принято радостно и единодушно. Гости начали друг другу кланяться. Портной сапожнику, Сапожник портному, Булочник им обоим, Все булочнику и так далее. Юрко посреди сих взаимных поклонов Закричал, Обратясь к своему соседу. «Что же, Пей, батюшка, За здоровье своих мертвецов!» Все захохотали, Но гробовщик почел себя обиженным И нахмурился. Мне было очень интересно Как-то, ну, воспринять Повести, романтические повести В современном интерьере. И мне хотелось написать Такую маленькую фантазию На тему пушкинского гробовщика. Мне хотелось привязать это К какому-то конкретному месту Москвы И найти человека, Который не мог бы выпить За здоровье своих клиентов. И с вашего позволения Я прочитаю стихотворение Доктор Адрианов Из цикла «Байки Меденского кладбища». В актовом зале Института Склифосовского «Елочка для врачей». Мероприятие довольно философское, Прежде всего, мимолетностью своей. Выпили и чокнулись, Чокнулись и выпили, На смартфон и щелкнулись И с руководителем Замеками белые-белые халаты, Только пара тостов и по палатам С самого адского раннего утра. У врачей шампанское, У врачей икра. Запах цветов, Шорох пакетов, Море презентов За пациентов, За пациентов, За пациентов. Тили-тили трали-вали-трали-вали-али-ли-ли, Пьем за тех, кого спасали, Пьем за тех, кого спасли. В дальнем уголке Большого зала В стороне от общего накала Притаился Мрачный мужичонка, Выпил сам с собой Ни с кем не чокась И подпер ладошкой щеку. У него терзание и мучение, Он чужой на празднике лечения Что-то вроде чарненькой дыры. Он досадный минус, исключение этой увлекательной игры. Не принес никто ему конфеты, коньяка, шампанского и икры. Нет у него презентов, нет ни единого букета, да и пациентов нету, нету, нету. Он уже не трезвый, но еще не пьяный. Патологоанатом Адрианов два стакана водки, как с куста. Он от медицины сирота, а ближе к полуночек, когда коллеги разворачивают скатерки, помят молчу лифу сыров. Патологоанатом Андрон Адрианов засыпает в своей коптерке, не дождавшись боя часов. Но ровно в полночь спящего Андрона кто-то трогает за плечо. Андрон убивается, потом просыпается, не открыв глаз, спрашивает, что? И слышит тихий голос, извините, Андрон Николаевич, я от лица общественности пришел вас поздравить. Андрон с усилием открывает глаза и видит того, кто это сказал. Перед ним стоит мужичок в красном зипане на голое тело и говорит, доктор, у нас к вам дело. Понимаете, мы мертвецы, как дети. Хочется по-человечески праздник отметить. Вы нам, как отец родной, скучаем, когда у вас выходной. Понимаете, со средствами у нас не очень. Вот скинулись вам на веночек. И протягивает ему еловый венок с черной лентой Андрону от благодарных пациентов. Выпейте с нами, доктор. В прозекторской собрался народ и вас очень ждет. Есть у нас и Снегурочка, девочка, не дурная со всех сторон. Есть Васька Фокусник и Серж, выдающийся баритон. Публика собралась, что надо. На соседних столах, ух, такие люди расположились рядом. Так что вливайтесь, дружные наши ряды. Выпейте с нами, доктор, мертвой воды. И Андрон Николаевич походкой нетвердый идет с Дед Морозом в сторону морга. Когда наутро по служебным делам открыли коптерку, обнаружили, что Адрианов совершенно мертвый. И рядом с ним венок с черной лентой Андрону от благодарных пациентов. Спасибо.